В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о собаках, готовых в любой момент помочь вам. Поддержать в трудную минуту. Вы увидите их в работе. Их профессия — спасение человеческих жизней. Но иногда приходится спасать даже их собственные жизни. И я сказала, Перси, принеси трубку. Самым отважным в экстренных условиях. Я набрала 9-1-1. Перси просто спас мне жизнь. И самым лучшим альпийским спасателем до сих пор считается Сен-Бернар. Все о собаках. Когда перед вашим именем стоит приставка «Святой», вряд ли кто будет сомневаться в ваших добродетелях. Доброта и мужество — вот отличительные черты этой породы. На протяжении многих лет их главной целью было спасение жизни. Давайте вместе с вами отправимся в прошлое, в 19-й век. Вы путешественник и перебираетесь через швейцарские Альпы. Внезапно поднимается сильная вьюга и заметает ваши следы. Дальше трех шагов ничего не видно. Вы не знаете, куда идти. Чувствуете растерянность, боитесь за свою жизнь. Но вдруг из-за белой завесы возникает кто-то лохматый. И вот перед вами уже стоят Сен-Бернар и монах. Да-да. Монах из монастыря Святого Бернара, расположенного недалеко от перевала. Монахи были первыми заводчиками Сен-Бернаров. Собаки помогали людям перебираться через перевал, а также отыскивали тех, кого засыпала лавина. Сегодня Сен-Бернары продолжают нести почетную службу спасателей у подножия каскадных гор в штате Вашингтон. Члены клуба заводчиков Сен-Бернаров Пьюджет-Саунда выехали в горы, чтобы воспользоваться снегопадом в этом сезоне. Этим щенкам всего 10 недель, и они в первый раз в своей жизни будут ходить по свежевыпавшему снегу. Как они привыкают к такому холоду? Все очень просто. У них очень густая шерсть. Эта порода собак прекрасно переносит даже очень холодную погоду. У них очень толстая и густая шерсть с двойным слоем, которая хорошо согревает их. Внешний слой не пропускает ни холод, ни тепло, а внутренний дополняет его эффект. Поэтому они не мерзнут и не перегреваются. Итак, Сен-Бернары хорошо переносят любую погоду, но кажется, что холодный климат им больше по душе. Швейцарские Альпы известны своей холодной погодой и снежными заносами, достигающими 18 метров в высоту. Первоначально у Сен-Бернаров была короткая и гладкая шерсть, унаследованная, скорее всего, от мастифа. Когда в 19 веке из-за болезней и холодных зим в монастыре Святого Бернара погибла половина собак, монахи скрестили Сен-Бернаров с Ньюфаундлендами. У нововыведенной породы длинношерстных собак был всего лишь один недостаток. К их густой шерсти все время прилипали комочки снега. Но независимо от длины шерсти, оба типа Сен-Бернаров способны работать спасателями, что и показывает практика. Заводчик Стэн Зелинский помогает собакам развивать эти навыки. Мы закопаем Лорелли здесь, в снегу, чтобы проверить, сможет ли ее собака найти и откопать хозяйку. На высоте 100 метров, в горах, добровольцы разыгрывают несчастный случай, чтобы доказать, что спокойный нрав, огромная сила и выносливость делают Сен-Бернара лучшим горным спасателем. Последний вдох. Дышать можешь? Да. Сен-Бернар может почувствовать человека за три километра при встречном ветре, а также найти тело под снегом, находящееся на глубине четырех метров. Монахи из монастыря Святого Бернара говорили, что собаки могут слышать или как-то чувствуют образование лавины. Говорят также, что нос этих собак может предчувствовать приближение метели за 20 минут до ее начала, а тем, кто пренебрегает этими приметами, выходя в горы, остается вспоминать какую-нибудь молитву и надеяться, что Сен-Бернар уже ищет его. Эти собаки – одни из самых лучших спасателей. Молодец! Умница ты моя! И они всех любят. Всегда хотят поиграть, повеселиться. Собаки с таким характером как нельзя лучше подходят для работы спасателей. Сейчас Эмбер специально легла так, чтобы согреть меня своим теплом. Найдя человека, Сен-Бернар будет лизать ему лицо, чтобы тот не заснул, и ляжет на человека, чтобы тот согрелся. Вы спросите, а где же бочонок Брэнди? Бочонок согревающей жидкости, которую Сен-Бернары носят с собой. Но это всего лишь только миф. Созданный, возможно, вот этой картиной сэра Эдвина Лансира. Некоторые подражают ей и по сей день. Но с бочонком или без него Сен-Бернары до сих пор находили и приводили с гор заблудившихся и пострадавших. Кто-то из них мог ходить, у кого-то были более серьезные повреждения. В таких случаях собаки везли человека на санях. Сегодня сани – это скорее развлечение. Веерная тройная собачья упряжка. В упряжке Сен-Бернару почти нет равных. Именно ему принадлежит мировой рекорд. Он провез в санях почти 2,5 тонны, что в 30 раз больше веса самого Сен-Бернара. Это и есть выносливость. Говоря о Сен-Бернарах, невозможно не упомянуть об одном из них, настоящем герое. Это Барри, Сен-Бернар, который на протяжении 12 лет, подвергаясь опасностям, спас 41 человека. Это действительно героизм. С тех пор самого смелого щенка в каждом новом поколении монахи называли Барри. Барри стал известным символом-талисманом монастыря Святого Бернара. В 6 тысячах километров от монастыря, за океаном, другая организация Святого Бернара получила свой собственный талисман. Ой, не тащи меня! Это, конечно, не Барри, но Батлер прекрасно справляется со своей работой в католической средней школе Святого Бернара в штате Коннектикут. Он ходит по школе, проверяет, все ли в порядке здесь, все ли спокойно. Походит, походит, и обычно идет в класс музыки. Преподаватель музыки Энн Торторо сравнивает Батлера с Бетховеном, но не с композитором, как вы подумали. Они очень похожи на Бетховена из фильма. Добрый, большой, умный, симпатичный, слюнявый. Они всех любят, с ними так легко общаться. В отличие от той собаки в фильме ужасов, с Куджо так уж получилось, и я думаю, что это самое худшее, что могло повредить репутации собаки. Так или иначе, но Энн знала, что Батлер идеально подойдет для роли талисмана-символа школы, когда взяла его сюда. Начались ноты Си-бемоль. Раз, И, два, И. Эта порода известна своей стойкостью, готовностью прийти на помощь. Они действительно собаки-помощники, и к тому же очень благородны. Из Батлера выходит прекрасный воспитатель. Интенсивность движения его хвоста зависит от количества суетящихся вокруг него людей. В прошлом месяце Батлер пережил тяжелую форму тимпанита. Все о нем заботились, а он даже не показывал вида, как ему тяжело. У него проявлялись симптомы примерно в час ночи. Я считаю, это просто дар судьбы, что мы тогда же их и заметили. Все собаки больших размеров склонны к тимпаниту, но в случае Батлера полный газа в желудок скрутился так, что процесс кровообращения стал нарушаться. Энн пришлось отвезти Батлера на срочную операцию. Все складывалось очень плохо, и, признаться честно, я не думала, что Батлер тогда сможет выжить. После успешно проведенной операции на желудке, Батлер уже через несколько дней интенсивного ухода полностью поправился. Сейчас он опять в форме. Он вновь занял свою почетную должность. Должность школьного талисмана. Он просто душа нашей команды. Все его любят. Хочешь вернуться к ребятам? Сейчас, во время последней игры в сезоне, Батлер и команда находятся в лучшей форме. Он всегда рядом с ними. Вперед, Сайнц! Вы сможете выиграть! Вперед! Но, похоже, удача больше улыбаются у Уайлд Кэтс, играющие на поле Сайнц. Придется сестрам произнести несколько молитв, чтобы их команда выиграла сегодня. Может быть, Батлер сможет их немного утешить? Все о собаках Все о собаках История рассказывает нам об отважных спасателях Сен-Бернарах. Но в Финиксе, штат Аризона, можно увидеть совершенно обратную картину. У Кони Волротт три собственных Сен-Бернара Эдисон, Лексус и Элиза. Но она разыскала около 80 брошенных Сен-Бернаров за последние три года. Как такие прекрасные собаки могут оказаться брошенными? Может, потому, что людям очень нравятся 9-килограммовые милые щенята, но хозяева не осознают, что через два года эти щенята будут весить в 10 раз больше. Вы должны думать о будущем. Это не просто «О, как мне нравится этот щенок». Перед приобретением такой собаки вы должны все тщательно взвесить. Например, есть ли у вас просторный сад и место, где собаке было бы прохладно в жаркие дни? Вы должны об этом подумать. 70% людей, покупающих щенков, даже не представляют, что их ожидает потом и как обращаться с Сен-Бернаром. Сен-Бернары не только занимают много места, но от них еще столько шерсти. Неопытные владельцы видят только доброту собаки и ее дружелюбный характер. Какая другая собака способна поиграть со зверьком, который весит в 10 раз меньше собаки, и не раздавить его? Эд, у твоего кролика все хорошо? Да? Они умеют защищать и заботиться. Но иногда сами Сен-Бернары нуждаются в защите и уходе, например, когда они рождаются с какими-то генетическими дефектами. Когда она была еще маленькой, мы уже чувствовали, что что-то у нее не так. Когда она смотрела на вас, казалось, что она одним глазом щурится. У Лексус болезнь под названием энтропия. Малыш, я знаю, что больно. Энтропия — это рост ресниц не наружу, а внутрь. Единственное, с чем я могу сравнить эту болезнь, это когда в ваш глаз попадает волос, очень неприятно и к тому же больно. Представьте, что все ваши ресницы все время находились бы на глазном яблоке. Распространенное заболевание среди собак с таким типом глаз. Сенбернары, шарпей, бассеты. Единственное, что можно сделать, это операция. Своего рода пластическая хирургия глаза. Она очень часто подолгу лежит на полу, как будто заснув. Я думаю, что ей так просто удобнее. Ну что, Лекс, готова? Молодец. Перед тем, как провести операцию, нужно было подождать, пока Лексус не вырастет до своих обычных размеров. И вот Кони повезла Лексус в клинику. Радость смешана со страхом. Я была уверена в докторе Горецке, но ужасно волновалась, думая о том, что моей малышке придется перенести операцию. Когда Лексус перенесла в прошлом году операцию по удалению яичников, у нее была отрицательная реакция на анестезию, что привело к повторяющимся приступам. Это и волновало Кони. Какие у тебя красивые глаза. После операции они будут еще красивее. Ветеринар Бет Горецкий оперирует уже 22 года и довольно часто встречается с энтропией. Болезнь заключается в том, что ресницы растут внутрь. Когда века закрывается, то оно ресницами касается роговой оболочки глаза, поэтому роговицы при моргании наносятся большой вред. Анестезия всегда опасна для таких крупных пород из-за медленного обмена веществ. Бет применит новое обезболивающее Пропофал, соответствующее размерам собаки и характеру ее заболевания. Можно увидеть, что слезы вызвали воспаление. Ресницы, растущие внутрь. Также постоянная влажность привела к сыпи. То есть у нее кожа из-за такого количества волос постоянно раздражена. Лексус придется делать операцию на обоих глазах. Все это займет примерно 2 часа. В общем-то, это довольно простая операция. Отсюда нужно взять не меньше двух кусочков кожи и опустить и пониже лампу. Пока что никаких эксцессов. Но вдруг, час спустя, после начала операции, сердце Лексус останавливается. Она только что дышала. Не знаю. Мэри, наступила зловещая тишина. Но, наконец, сердце опять забилось в прежнем темпе. Хирург может продолжать работу. У нее было нестабильное состояние. Но все могло быть гораздо хуже, если бы не современная медицина. Современная анестезия становится все совершеннее и совершеннее. Все меньше побочных эффектов. Например, пропофал, который мы использовали, расщепляется за 10 минут и дальнейшего воздействия не оказывает. Накладывается последний шов. И после двух часов операции, последний стежок, Лексус готова поступить в отделение интенсивной терапии. Намного лучше. Было немного сложно. Была неуверенность из-за анестезии. Через две недели мы снимем швы. И на этом все закончится. Посмотрим, как здесь у нас дела. Если вы сомневаетесь в способности Сен-Бернара спасать жизни... Молодец. Хороший мой. Вам нужно только повстречаться с Перси, чтобы поверить в это. Я обязана Перси жизнью. Перси — это четвероногая няня. Перси, помоги маме встать. Иди сюда. Она следит за здоровьем Мелани Хорни. Так, Перси. Готов? Вставай. Вставай. Давай. Молодец. Умница. У Мелани диабет. Она страдает случайными приступами. Перси — ее круглосуточный спутник. Он даже следит за изменениями в ее обмене веществ. Когда ему было три месяца, он впервые заметил, что у меня плохое здоровье, и начал скулить. Секунды две спустя, после того, как он начал скулить, я почувствовал себя плохо. Я почувствовал себя плохо. Когда у Мелани случаются такие изменения в составе крови, ей обязательно нужно съесть что-нибудь сладкое, чтобы восстановить уровень глюкозы в крови. В январе прошлого года обоняние Перси буквально спасло Мелани жизнь. Он попытался предупредить меня. Но вы знаете, мама, уровень сахара низкий. Я хотела что-то сделать. На этот раз Мелани не могла двигаться. Я знала, что скоро будет приступ, и сказала, «Перси, принеси трубку». Мелани удалось позвонить в скорую помощь. Мне 38 лет, я диабетик. И потом она потеряла сознание. Когда же она пришла в себя, то ее дом был полон пожарных. В больнице только и говорили о ней и Перси. Они все были удивлены и озадачены, как я смогла добраться до кресла. Я сказала, это Перси принес мне трубку. Я сказала, это как самая обычная вещь, потому что он делает такие вещи каждый день. Теперь работой Перси является обучение щенка. Ты принес мне что-то, Дейшел? Молодец, просто умница. Семимесячный Дейшел будет со временем таким же, как и его наставник. Чтобы хорошо обучить таких собак, помогающих нездоровым людям, приходится терпеть у себя дома небольшой цирк. Появление Дейшела означает вдвое больше слюней, шерсти и радости. Годзилла против Кинг-Конга. До того, как Сен-Бернары стали спасателями швейцарских Альп, они отличились и в других областях. Впервые в газетах они упоминались не как спасатели. В начале 18-го столетия они были более известны тем, что возили тележки с продовольствием и даже вращали колесо вертела. Нынешние Сен-Бернары все еще могут тащить тяжелые грузы, даже в упряжке. Насколько сильны Сен-Бернары? Считается, что наряду с английскими мастифами они обычно соперничают за первые места в соревнованиях по перевозке грузов. Это Дин Уитер, принадлежащий Стоуне. Он трехкратный национальный чемпион. На сегодняшней тренировке он везет груз весом в одну тонну. Но это не национальный рекорд. Ему это нравится. То есть он делает это, потому что ему нравится. Действительно нравится. Молодец. Получишь чизбургер. В настоящее время рекордсменом, сдвинувшим самый большой вес, является Сен-Бернар из Аляски. На санях лежал снег общим весом почти в 2,5 тонны. Они добрые и огромные. Но подходит ли вам такая собака? Посмотрите. Сен-Бернар получает 3 очка из 4 в графе характер. Этот здоровяк добрый, если воспитать его с младенчества. Для защиты выберите какую-нибудь другую собаку. 2 очка. Вряд ли вы сможете научить его быть агрессивным. От каждого Сен-Бернара много шерсти. 2 очка в графе уход. Они сумасброды и много едят. 3 очка в графе обучаемость. Быстро обучается. Но запомните, начинать нужно с раннего возраста. 1 очко в графе здоровья. Склонны к заболеванию тимпанитом и болезнями суставов. Могут заболеть энтропией. Вспомните, Лексус. Сен-Бернар Кони Волверт страдала этим заболеванием очень долго, но теперь ее глаза постепенно заживают. Иди сюда, хороший, иди сюда. Нам нужно снять твои швы. Посмотрите только в эти счастливые глаза. Посмотри-ка на меня, посмотри. Покажи мне свои большие глаза. Несмотря на некоторый побочный эффект анестезии, операция Лексус считается успешной. Все, что осталось, это снять швы. После постоянного раздражения кожи и глаз операция принесла ей моментальное облегчение. Даже, кажется, Лексус понимает, что все эти хлопоты того стоят. Молодец. Храбрая девочка. Это была тяжелейшая форма, с которой я встречалась. Благодаря операции ресницы больше не беспокоят Лексус и не раздражают роговицу. Хочешь домой? Уже пора? Да? Ее зрение должно быстро улучшиться. Это самая лучшая награда нам – видеть ее такой счастливой. Я так вам признательна. Спасибо, что помогли моей девочке. Способность преодолевать трудности и добродушный характер Сен-Бернаров выделяют эту породу из числа других. Сен-Бернаров Редактор субтитров А.Семкин